Кишечные заболевания Кишечные заболевания Кишечные заболевания Что такое кишечные инфекции в летний период и чем они отличаются от зимнего периода? Все кишечные инфекции это острые инфекционные заболевания Желудочно-кишечного тракта, которые проявляются общей интоксикацией Куда входит лихорадка, повышение температуры, слабость, вялость И также симптомы это диарейный симптом и рвота Заражение происходит в основном энтерально, то есть попаданием возбудителя в желудочно-кишечный тракт Отличаются они, ну в принципе ничем, по симптоматике нет Отличаются возбудителем Чаще в зимнее время это вирусная кишечная инфекция А в летнее это бактериальная кишечная инфекция Симптомы похожие получаются? Они симптомы похожие, да Рвота, диарея, температура, слабость А всегда ли это боли в животе? Боли в животе, да, могут присутствовать в большинстве случаев При легкой форме боли может и не быть Получается, что способы передачи вирусной инфекции Это воздушно-капельным путем, как вы сказали, да? А кишечная это чаще как-то бытовое, да? Любая кишечная инфекция, это может быть либо водный путь, либо пищевой, либо контактно-бытовой То есть если не соблюдать меры предосторожности, когда болеет в семье ребенок, например, да Не мыть часто руки, обработку не делать, да То, скорее всего, могут и заболеть родители от ребенка Той же кишечной инфекцией вирусной Как предотвратить тогда все это, чтобы не заразиться от ребенка? Это единственное мыть руки Единственный путь профилактики мытью рук Вот вы сказали, что можно заразиться через воду То есть только вот едва попив некипяченую воду, можно заразиться вот кишечной инфекцией Не так утрировано, конечно, прям попил и сразу заразился Нет, если имеется там какой-нибудь возбудитель А если ребенок искупался, принял ванну? Ну, есть вероятность и такого пути заражения Он тоже может заболеть Вот сейчас многие летом едут в поход, едут в районы на дальние расстояния А вот какие продукты правильнее с собой взять в дорогу, чтобы не отравиться, не заболеть? Ведь через продукты тоже можно заразиться, заболеть Да, ну, единственное, в дорогу лучше брать не скоропортящиеся продукты То есть это молочные продукты, лучше не брать Сметана, что-нибудь в этом роде, да? Можно взять, например, вареный или запеченный картофель Овощи, сухофрукты Любые другие фрукты, которые можно помыть в дороге, да? Кипяченой водой той же Печенье, соки, обязательно воду Яйца некоторые сваренные вкрутую берут? Ну, если они взяли и тут же недавно их быстро съели, то ничего Но если они сутки пролежат на жаре, конечно, лучше их не есть А защищает ли вакуумная упаковка продукта? Сейчас многие вот упаковывают вакуумную плёночку, да? Насколько вот она эффективна? Она эффективна Она же вакуумная, без кислорода Эта упаковка Она защищает продукт от разрастания, от тех бактерий, которые развиваются вот с кислородом К тому же она защищает от обсеменения того же продукта микроорганизмами Или, например, от насекомых, тех же мох, да? Которые могут тоже являться переносчиками инфекции Так, у нас поступил, вижу, поступил ватсап вопрос Сейчас, минуточку Скажите, пожалуйста, сколько разделочных досок для продуктов должно быть у хозяйки летом? Что я имею в виду, что на той доске, на которой мы разделывали сырую рыбу, сырое мясо Не следует готовить для ребёнка, особенно летом Я права или нет? Да, конечно, вы правы Для каждого должно быть разделение досок Ну, минимум, минимум должно быть четыре Это для сырой рыбы, для сырого мяса, для овощей и для хлеба Это минимум, который может быть Если вы разделали, например, курицу сырую на своей доске Ну, помыли её, конечно, там высушили Но при этом обратно потом Если вдруг оказалась курица обсеменённая Вы её сварили, она микроорганизм свой Он обезвредился Но вы же на ту же доску ложите готовый продукт Который может также обратно взять этот микроорганизм С этой хоть и мытой доски Поэтому вот эти технологические нарушения могут тоже привести к заболеванию То есть как в больнице, как в столовой, в детских садах, в школах Нужно иметь вот разные доски Дома в том числе А вот какие лучше всё-таки приобретать хозяйкам Деревянные есть, я знаю, пластиковые, даже стеклянные Стеклянные есть, да Ну, тут уже на выбор хозяйки У каждой доски есть свои плюсы и минусы Например, если это доска деревянная Конечно, она может быстрее трещины давать Туда может сбиваться грязь Вы её оттуда никак не вытащите Пластик тоже может иметь трещины Стекло, ну, стекло в принципе неплохо Да, но когда на нём режешь, очень сильный скрежет Тоже может на нервы действовать Поэтому тут зависит от хозяйки, от её выбора Что она хочет Ну, в принципе, и те, и другие, и третьи могут иметь место А вот самим самостоятельно дома Нужно как-то обрабатывать доски, и чем? Ну, конкретно не надо обрабатывать Тем более, если только моющим средством Хорошенько потом прополоскать её А другими, какими-нибудь дезинфектантами Нет, лучше не надо Потому что всё-таки они будут В самом, например, попадать в дерево Да, да, в дерево, да И там уже, конечно, будет продукт иметь, например, вкусовые качества А срок годности в досах каков? Срок годности Как часто нужно менять? Да, в принципе, надо их менять Ну, в зависимости от износа Если совсем, то лучше поменять Так, вот если заболел в семье ребёнок Или, допустим, взрослый член семьи Чтобы избежать заражения других членов семьи Достаточно, получается, просто тщательно мыть руки Да, ну и желательно, конечно, для ребёнка, чтобы была своя посуда То есть своя посуда Не надо, и вот его покормил ложкой Попробовал сам ложку, дал им изо рта в рот Это тоже как бы не гигиенично И к лучшему не приведёт А чем вот кормить ребёнка, вот если он заболел кишечной инфекцией Пусть даже в лёгкой форме Вот чем лучше кормить ребёнка? В основном эти продукты всё-таки механические, химически щадящие То есть отварные, паровые Какие-нибудь протёртые, там, тефтельки, да, взять Суфле какой-нибудь приготовить, да Вот в этом платье Ну, конечно, ни фрукты, ни соки, морсом Вот эти продукты нежелательно А вот в каком возрасте детки чаще всего подвержены И чаще всего как-то, ну, сложнее переживают кишечные инфекции Если говорить о вирусных кишечных инфекциях То она в основном, в большинстве случаев у детей с нуля до трёх лет Более старший возраст, они могут болеть и вирусными, и бактериальные Хотя бактериальные бывают и у детей даже догодних То есть сальмонеллёз, например, тот же Тоже такой же может быть А вот насчёт купания, да Вот в каких водоёмах лучше всего купаться В бассейнах или в открытых водоёмах Вот чтобы избежать, опять же, бактериальных кишечных инфекций Ну, в принципе, можно и в тех, и в других купаться Главное, чтобы они были под наблюдением То есть они должны быть облагоражены За ними следит фильтр В бассейнах должно быть фильтры установлены специально Чтобы очистка воды была В водоёмы, которые, они желательно, чтобы не были застойные Они должны быть проточны За ними тоже должен быть следить, за ними в плане того, что брать пробы из воды Что там и что есть Если написано, купаться запрещено, то лучше, конечно, туда не надо идти Ну, то есть в нашей даме купаться можно? Ну, когда вот уже официально Официально открытие, если есть, да, там уже всё сделано То можно купаться Многое, часто так бывает, что вот когда дети отдыхают в лагере Или уезжают к бабушке, да На какой-то период родители страшно скучают Потом закупают полные сумки продуктов Вот и, ну, откармливают, грубо говоря, да, своих деток Вот что в этом случае нельзя, что можно Вот и как-то, может, дозировано Да, в принципе, можно побаловать ребёнка Но, естественно, надо знать меру То есть если мы купим ему 2 килограмма этой черешни И он её всё съест Конечно, это будет не так хорошо для ребёнка, как хотелось бы, да Поэтому всё понемножку, ну, можно И, да, иметь меру надо в плане того, что Много сразу всего понемножку тоже не съешь Если, например, мама хочет угостить ребёнка в лагере То есть по чуть-чуть той же черешни или клубнички Да, но если это не запрещено ещё и лагерем Потому что там есть тоже список же у них Да, которых продукты можно, которые нельзя Согласны, значит, правилам лагеря, да Так, вопрос у нас в WhatsApp поступил Как вы относитесь к противорвотным средствам? Из какого возраста их стоит давать? Можно ли давать самостоятельно? К противорвотным я отношусь положительно Они помогают Давать самостоятельно в принципе не рекомендую Потому что если началась рвота Не факт то, что это может быть кишечная инфекция, да Возможно, это какая-то хирургическая патология Если мы дадим противорвотное, оно может усугубить состояние ребёнка Поэтому в первую очередь, значит, врач осматривает Если он, да, действительно кишечная инфекция И нужно противорвотное Тогда ребёнку можно назначить У нас в студии есть телефонный звонок Доброе утро, мы вас слушаем Доброе утро, я хотела бы узнать Вот моя сестра собирается в Сочи И с детьми И они очень боятся ротовирусной инфекции Можно ли получить прививку где-нибудь здесь И поможет ли она сразу? Хороший вопрос, спасибо Здравствуйте, спасибо за вопрос Прививку можно получить в поликлинике И детям она ставится до двух лет Возраст ребёнка какой ваш? Уже отключился А, отключились, да То есть до двух лет можно поставить, да? А если старше двух лет, прививка не ставится? Да, там уже возраст не подходящий для ротовирусной инфекции И тогда последний вопрос Что нужно брать с собой? Какие лекарства? Дорожная аптечка, очень коротко Дорожная аптечка В основном эти лекарства Ну, жаропонижающие, обезболивающие Антикистаминные Идут И противодиарейные В основном это энтеросорбенты И можно регидрон взять А также не забывать, что дети у нас могут падать Прыгать Поэтому зелёнка, бинты, вата Огромное спасибо за полезную информацию Я желаю вам удачи и всего доброго Дорогие друзья, увидимся с вами через рекламную паузу Не переключайтесь Доброе утро, дорогие телезрители и радиослушатели Программа Якутск сегодня продолжает свою работу Не можете ни на минуту оставить мобильник Таскайте его с собой даже в ванну Снова тянет слопать кусок пиццы Да ещё полчаса Как хотя ещё полчаса назад Вы жаловались на переедание Да у вас диагноз Зависимость О том, какие бывают основные виды зависимости у современного человека И как с ними бороться Нам сегодня расскажет психолог Лена Авелева Центра социальной и психологической поддержки Молодёжи и семьи нашей республики Лена Владимировна, доброе утро Здравствуйте Скажите, пожалуйста, что такое психологическая зависимость И чем она отличается от вредных привычек Или это одно и то же? Можно сказать, что вредные привычки бывают они разные Грызть ногти, например Это тоже вредная привычка Зависимость Ну, это такое состояние, больше связанное, скорее всего, с чувствами Я бы так сказала, да И мы знаем на сегодняшний день большое разнообразие видов зависимости Начиная с алкоголизации, наркомании, игромании Сексуальная зависимость бывает у кого-то Вот И токсикомания В общем, спектр такой достаточно широкий И вот сегодня я хотела бы поговорить Вот на тему зависимости конкретно Алкогольной и наркотической А вообще какова причина возникновения вот этих вот зависимостей? Я, например, читала когда-то, что тот человек, которого мама не кормила грудью Он грызёт ручки и курит Вот это как-то связано или нет? Ну, психологически, может быть, да Да И Какова вообще, какие предпосылки, да? Конечно, проблема, она родом из детства, да И Вообще-то семейная такая проблема Семейная болезнь Может встречаться даже у нескольких поколений В семье, но мы знаем об этом, да В одной и той же семье могут страдать, например, алкоголизм Три поколения и дед, и отец, и сын, да И другие члены семьи, например, братья, сёстры, да Но это не говорит о том, что прямо повально все могут быть больны алкоголизмом, да И, естественно, когда существует такая проблема То вовлечены в эту болезнь все члены семьи Это очень тяжёлая такая ситуация И, как правило, обычно В общем, есть такой термин Созависимость Созависимость Созависимость, да Значит, члены семьи, они страдают созависимостью Что значит созависимость? Это значит вовлечённость В те проблемы и трудности, которые связаны с алкоголем в семье То есть они сами не употребляют, но живут с таким вот проблемным членом семьи Их день вообще и вообще их жизнь вся зависит от, ну, допустим, от главного человека, да Там от папы К нам часто обращаются за помощью консультативной В последнее время как раз-таки дети, взрослые дети алкоголиков, да И встречаются такие истории, когда, например, в памяти запечатлевается и прямо осталась, да Такая картина, что я по шагам слышу, в каком состоянии идёт папа, ребёнок Я вижу лицо мамы, мама расстроена То есть, представляете, да, ну, та среда, которая должна была быть, оберегающей, дающей опору, да Стержень какой-то, она, наоборот, является местом, где ребёнок может подвергаться эмоциональному, физическому даже насилию, да Со стороны значимых близких людей, со стороны отца, если, значит, в семье выпивают обода и со стороны мамы тоже, да, это большая беда Вот я немножко хочу сказать о том, что как раз-таки вчера был эфир тоже ко дню защиты детей, да И речь шла о телефонах доверия, я работаю в Центре социально-психологической поддержки молодёжи и семьи И, значит, при Центре есть мобильная кризисная служба, которая была создана, значит, в 2014 году по инициативе Управления Следственного комитета Российской Федерации по республике Образована, значит, для оказания комплексной оперативной помощи несовершеннолетним и детям, страдающим от жестокого обращения в семьях и насилия Ну, это комплексная такая поддержка, помощь оказывается семьям, не только детям, но и всей семье Если там есть родители, там, подолгу употребляющие алкоголь, там, может, какая-то помощь оказывается по мерам, значит, лечения И психологическая помощь в том числе оказывается не только детям, но и родителям, да И, в общем, если, значит, вы оказались свидетелями такого жестокого обращения с детьми Или есть среди вас такие семьи, где вы чувствуете, что детям нужна помощь Потому что дети это действительно сказать не могут об этом А анонимно они могут позвонить Есть понятие, как стигма, стигматизация Семья страдает, закрыта, об этом никому нельзя сказать, это стыдно Ребенок может приходить в школу после каких-то, значит, пьянок папы Совсем не выспавшись, на уроках засыпать, может быть, с синяками, да А маленькие дети, они вообще не могут сказать, но и взрослые тоже не решаются Это стыдно, например, да То можно обратиться по телефону 8 800 122 83 Это телефон мобильной кризисной службы Работают очень эффективно Сколько психологов работают на этом телефоне доверия? Мобильная кризисная служба – это отдельная структура Ну, на телефоне доверия работают где-то порядка пяти психологов А с какими проблемами вы чаще всего обращаются по этому телефона? Что-то вы можете вспомнить? Значит, телефон, он не только, значит, по нему можно обратиться По проблеме, касающейся жестокого обращения детей и насилия Есть телефон, общероссийский телефон, который, значит, по которому могут обратиться Начиная с 6 лет до 65 лет Любой человек с какой-то трудной ситуацией, которому буквально не с кем поделиться Разделить свои мысли А в ментальности нашего народа есть вот такая особенность Закрытость Трудно выражать свои чувства, трудно проговаривать Иногда люди приходят за всю жизнь Нерешающиеся о чем-то заговорить или рассказать И для них это большой такой шаг бывает И, значит, вот по этому телефону Я сейчас тоже озвучу данный номер Можно обращаться в любой момент Часто обращаются сейчас Сейчас по сезону разные бывают запросы Сейчас в большинстве случаев, касающиеся предэкзаменационной пары Ребят Оге, эге Очень трудно Страдают дети Страдают школьники Значит, родители Учителя Здесь я бы хотела сказать, что Родителям надо детям донести, что В любом случае, как бы ты не сдал экзамен Жизнь продолжается Конечно, да И это не конец света Это не конец света, да Поэтому быть в хорошем контакте С ребенком, да Поддерживать Ни в коем случае не давить С двух сторон там Требования учителей, требования родителей Ребенок прям не знает, куда себя деть И мы в результате иногда видим Вот такие моменты, как порезы на руках И так далее, да Дети, значит Боятся не оправдать, да, надежды родителей Боятся не оправдать И, например, настолько их переполняют чувства и напряжение Что они не справляются И начинают вот как-то вот такие действия проявлять По отношению к себе Иногда дети такое делают Телефон, давайте повторим тогда Телефон, по которому можно позвонить любому человеку, да С любой С любой проблемой, да С любой ситуацией, которая, значит, тревожит 8 800 2122 Это всероссийский телефон доверия Есть и республиканский номер 8 800 135 50 В какое время можно позвонить? Круглосуточно? Круглосуточно В любое время можно обратиться По этим номерам телефона Если возвращаются к нашей теме зависимости, да Есть какая-нибудь тенденция, что вот этим порокам, да Больше подвержены либо мужчины, либо женщины Или вот такой вот тенденции нет? Ну, я бы сказала, что в равной степени Ну, проблема-то в том, что женский алкоголизм поддается труднее гораздо, значит, исцелению И женщина наиболее подвержена Часто Рядом, например, с пьющим Можем Жена может постепенно-постепенно тоже Спиваться Для того, чтобы Это начинается обычно как Чтобы ему меньше досталось, да Чтобы как-то отвлечь его внимание Как-то, значит, чтобы он не шумел, не кричал, не пугал детей То есть женщина По-женски поступает По-женски поступает Пытается, значит, сгладить вот эти острые углы И незаметно для себя, например Иногда бывает так Вылечился отец Начинает, значит, пить мать-семейство Такое тоже бывает Почему вот так происходит? Женщина слабее От чего это? Ну, здесь есть позиция жертвы вообще Это же тоже зависит от воспитания, да Больше привержены, значит, вступать в такие отношения в браке Обычно девочки, девушки Которые или были Воспитывались в семьях с эмоционально холодными родителями Например, это тоже возможно В семье никто не пил Но там, где, значит, девочка не получала Какого-то общения такого Адекватного в детском возрасте, да С папой Она привлекает в свою жизнь человека Который может дать ей весь спектр эмоций и чувств Так же получается, да И рядом она может с таким человеком быть не потому, что вот прям такая какая-то любовь А вообще говорят ведь о том, что мы любим те чувства, которые испытываем рядом с этим человеком Когда человек всё время был так в себе закрыт Ему не позволялось выражать свои чувства Или не то, что не позволялось, а как-то То есть любим не самого человека, а чувства, которые испытываем рядом с ним И тогда человек чувствует себя живым Хотя это какой-то такой парадокс, так скажем Сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу Дорогие друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире Так что звоните нам в студию И задавайте вопросы нашему гостю Сегодня психолог Лена Авелева Мы говорим о зависимости Телефон студии прежний 32 0066 32 1166 Звоните, задавайте вопросы Сейчас реклама Доброе утро Мы продолжаем говорить о зависимости У нас в студии психолог Лена Авелева Не забывайте, что мы работаем в прямом эфире Смело звоните нам в студию Задавайте вопросы нашему гостю Телефон студии 32 0066 32 1166 И, конечно же, наш WhatsApp номер работает 8 9 6 4 4 2 8 8 8 8 18 Лена Владимировна, раз мы заговорили о женщинах Которые недополучили в детстве Эмоции, любви от родителей И вот они чаще всего Помогая Сглаживая острые углы Начинают тоже употреблять вместе с мужем Вообще, какие ошибки допускают жены Которые впоследствии тоже Могут стать алкоголичками Здесь речь идет не только о таких женщинах Часто бывает Как раз таки пример В родительской семье Становится примером для Собственной семьи Другого я не видела перед глазами Мой папа пил А у отца отец пил Это нормально Да, да, да Есть такое Это называется Лояльность по отношению к роду И повтор жизненного сценария К сожалению, иногда мы наблюдаем Когда приходят на консультацию Что это уже идет повтор Даже иногда в третьем поколении Как я уже говорила Поэтому важно то, что ребенок видит Перед своими глазами Потому что он же не знает Он думает, что это норма Все так живут Я и не знал, что может быть по-другому Например, говорят Или я не знала А оказывается У подруги, например Совсем другая была ситуация Папа был такой очень Ну, добрый Мама И они друг друга любили И вот дети любят Взрослые уже рассказывают Да, например Обратившиеся за помощью О том, что В школьном возрасте Там В начальной школе Я пришел в гости А там такая была атмосфера В общем, они видят Что к отцу у людей Совсем по-другому бывают То есть Начинают уже задумываться Дети в этом возрасте Ну, давайте Об ошибках Которые могут совершать Жены Да Ну, во-первых Вообще Поскольку Вот проблема Связана с С потерей ответственности Вообще Человек За свою собственную жизнь И Часто женщины Начинают брать Все на себя И материальное обеспечение Семьи Да И Значит Все, что касается Бюджета Могут утаивать Сколько они зарабатывают Стараются Работать на нескольких Работах Часто Да Мамы дома нет А папа выпивает Вот такая картина Бывает Обычно Да Вот И Но жены Пытаются Оправдать Да Своих супругов Говоря о том Что они Да нет На самом-то деле Вот это вот Не повезло С начальством Там Да Или Всецело Себя Посвящают В общем Уходу За мужем Там Стоят Чтобы он был Красивый отец За его внешностью Вовремя Его будут на работу Иногда Возят на работу Даже такие случаи Да Ну Оправдывают Перед начальством Если тут Друг Ушел в забой Там И Ну Скрывают От Соседей Или кого-то Даже от своих Родственников О том Что происходит Да Могут удерживать Дома Пьющего человека Ты лучше дома Выпей Да Куда Лучше так Иначе куда-то Ты попадешь Да Могут сами покупать Ему даже этот алкоголь Делать Большую часть работы Вообще Выполнять То есть получается Такая гиперопека Ну да Полностью себя посвящают И в этом И при этом Сами себя теряют Ведь В конце концов Приходит усталость И что Ну все Вот и так пробовала И так пробовала И так пробовала Все Иногда вот это все Бывает очень поздно Человек может прожить Всю свою жизнь Рядом с пьющим человеком Да И лет так 50 Может вдруг понять А что же это Жизнь-то уже проходит Фактически прошла А что я видела Вообще в этой жизни Да И вдруг Ну мы часто встречаемся С тем Что уже в достаточно Зрелом возрасте Бывают разводы И вот То что пытаются Сохранить семью Ради детей Если член семьи пьет Да Наоборот Получается Что Ради страданий В семье Что ли Ради того Чтобы дети Видели это все И страдали Вот в консультациях Бывают такие моменты Когда Говорят Нам это не надо было Их плачут Конечно Плачут Потому что Там столько Значит Внутри Накипело Накипело Да А как может помочь Психолог В этой ситуации Вообще Алкоголизм Это болезнь Замороженных чувств Когда-то Значит Было запрещено Чувствовать Если привести Примеры Я могу привести Такой пример Из практики Значит Клиент Рассказывал О том Что до пяти лет Все было хорошо Жили с мамой Появился папа Ну Отсутствовал Какое-то время Да И Первое Что ребенок Запомнил Он был рад Отцу А с мамой У него Очень теплые Были отношения Папа Первым делом Значит Ну Такого Хорошего Подзатыльника Дал мальчику Что тут Прям головой Ударился Все То есть Папе было Неприятно Что ли Видеть Вот эту Открытость И доброту Мамы К ребенку То есть Папа пришел Такой озлобленный В своих каких-то Чувствах Таких страшных И выместил На ребенка Получилось Да И ребенок Закрылся Ой Закрылся Да Закрылся И Дальше Не выражала Естественно Свои чувства Да Такие дети Обычно Очень сильно Стараются В школе Хорошо учиться Для того Чтобы значит Как-то Обрадовать Обрадовать Вот очень часто Об этом говорят Что Я хорошо Учился Я был там Лидером Никто не знал О том Что происходит В моей семье Да Вот И В такой семье Получается Если Отец Такой Достаточно Деспотичный И жестокий То Члены семьи Они все Находятся Как будто бы Ну Под колпаком Я бы так сказала Да Они следят Что сказать Выйти Не выйти Папа спит Не дай бог Разбудить Там Или что-то Громко Не говорят Ну то есть Вот такая Какая-то Неволя То есть Они Находятся Под постоянным Контролем В то же время Да Но это Это невыносимо Ведь вот так Вот проживать Свою жизнь И когда вырастает Такой человек Он На самом деле Становится Очень таким Наблюдательным Он очень хорошо Прочитывает Чувства Эмоции Других Людей В окружающем Мире Да И Конечно У него Нету доверия Он всегда Ждет Какого-то Подвоха От окружающих Да Он не может Расслабиться И быть таким Ну непринужденным Что ли Ну вот вы рассказали Ситуацию Тут папа Не пьет Получается Да А если вот Ребенок Видит С детства Что вот Его отец Пьющий Вот Обязательно Ли он Во взрослой жизни Тоже будет Пьяницей И вообще Как сложится Его жизнь Но прежде чем Ответить на этот вопрос Давайте Послушаем Нашего радиослушателя Телезрителя Доброе утро Мы вас слушаем Добрый день Добрый день Здравствуйте Валерий Иванович Конголовки Очень приятно Задавайте свой вопрос Я хотел бы Вот сказать Елене Владимировне Не в обиду Сказанно будет Пусть на себя Не воспринимается Но вот У меня Предложение Есть Я везде Это произношу Везде Это Говорю Вчера По С детям Радио Выступили Вот Такой же Вопрос Казан Это Национальное Бедствие Называется Это Национальный Наш вопрос Национальное Бедствие Алкоголизм Правильно Я Поэтому Я считаю Что Вот эта Пропаганда Что вы говорите Психологи Все Экстрасенсы Против Это Группа Поддержки Это Все ерунда Нам Закон Нужен Понимаете Закон Закон Азош Называется Здоровый образ Жизни Закон Им Нужна Стимуляция Есть Званы Стимуляции Пряника И кнута Вот Кнута Раньше Не помогло Всяко Людьми Издеваться Дошло До того Что ЛТП Сделали Где Людей Заставляли Рыгать Поносить Лекарствами Поили Уколами Ну Это Гестапо Ну Как Так ЛТП Вы же Помните ЛТП Все Это Ликвидировали ЛТП А надо Стимуляции Я говорю Людей Надо Кто бросил Пить Вот тебе Деньги Вот тебе Кредит Вот тебе Ипотека По льготной цене Вот тебе То Вот тебе Подержанная Машина Работает Таксует Зарабатывает Деньги Вы Где нибудь Видели Что Олигархи Были Алкоголиками Никогда Не Видели Олигархи Никогда Алкоголиками Или Возьмите ИТР Авросы Инженерно-технических Работников Аврос Там Есть Алкоголики Они По 100 По 200 Тысяч Получают Это Идет От Того Что Россия Нищая Мы Все Нищие В российской Деревне Люди Вон Как Живут Там Только Пьянка Больше Я согласна С нашим радиослушателем На самом деле Сейчас В сельской Глубинке Очень тяжелая Ситуация Нет Работы И Разрушено То Что Было Например Даже Нету Каких-то Социальных Объектов Нету Магазинов Даже Люди Брошены Сами На Производ Судьбы Единственное Какое-то Развлечение Это Действительно Ну вот Пьянка Пьянка Я согласна Действительно Ситуация Такая Очень тяжелая Но Вернемся Да Да Очень коротко У нас осталась Буквально Одна минута Вот Обязательно Ли ребенок Который Воспитывался В пьющей семье Во взрослой жизни Станет Тоже Алкогольником Вообще Как Может Сложиться Его жизнь Ну На самом деле Любой человек Сам выбирает Свой путь Если Даже Ситуация В семье В родительской Была Такая Ребенок Может выбрать Совершенно Другую жизнь Противоположную Противоположную Жизнь Да Ну конечно Надо прийти И проработать То что здесь Внутри То это Психологи Работает Что ж Огромное спасибо За участие В нашей Утренней Программе За Полезный Разговор Я напоминаю Что на студии Была психолог Лена Авелева На этом я с вами Прощаюсь Желаю вам Удачи Хорошего настроения И главное Здоровья Редактор субтитров Редактор субтитров